Во время очередной экспедиции в Тверской области, оренбургские поисковики нашли и перезахоронили своего земляка Василия Сальникова. Он родился в деревне Полиновка Бузулукского района. Опознать солдата удалось благодаря так называемому смертному медальону и записке. Завести семью и детей до войны Василий Сальников не успел, а других родственников найти так и не удалось. Родственников не удалось отыскать, поэтому у нас нету такого права захоронить его на малой родине над разрешением родственников. Но мы надеемся, что вот эта ДНК-экспертиза, которую сейчас вот мы начинаем это делать, это будет обобщенная база данных. Будут собираться данные именно вот этих, кого мы находим, останков, также будет сдавать туда свои ДНК-анализы тех, кто ищет своих родственников. Поисковики обнаружили останки еще одного солдата из Оренбурга, Павла Кононихина. Его также опознали по медальону и записке. Меньше чем через сутки после начала поисков родственников погибшего бойца поисковикам позвонил его внук. Я ему очень благодарен. Это огромное спасибо. Огромное. Просто тут слов, мне кажется, много я не смогу сказать. Но это, вы знаете, честно сказать, самому охота. Даже вот где-то поучаствовать, что-то сделать. Принести людям то, что вот они 80 лет ждали. Мы как бы, ну, потери уже были, что никогда мы ничего не найдем. Не писал никаких писем, никаких весточек, ничего не было. Я не ожидал, что его найдут, потому что моя мама говорила, что он пропал в бедности, его больше никто не найдет. И он все. Его, считай, как больше нет. Ну, я очень обрадовалась, когда маму узнала то, что прадедушку нашли. Также родственникам Павла Кононихина передали саперную лопатку, найденную неподалеку от останков погибшего солдата. Его перезахоронение пройдет 22 июня в Тверской области. Участие примут и родные Павла Кононихина. Кроме того, поисковики передали Народному музею защитников Отечества несколько артефактов, найденных во время вахты памяти. Его коллекция пополнилась немецкой каской, советской флягой и фрагментами разрывных снарядов. Александр Кацун, Олег Берендеев, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ.